здравствуйте господа сегодня обзор на такой вот корпус его вы скорее всего в продаже на территории россии не найдете возможно где-то на авито или там по предзаказу через кого-то корпус называется мешрум с написано что меня эти вот он очень похож на какой-то джонсбо модель точно не помню что-то vr1 что ли в общем там у него тоже везде со всех сторон сетка здесь вот вы можете видеть везде сеточка все панели съемные там же по моему он полностью снимается вверх каркас и остается скелет тут же все боковые верхние стенки держатся на вот таких вот кругленьких клипсах они были они короче плохо открывались очень в итоге я когда их открыл я их зачистил от краски потому что очень туго они открывались сейчас когда их зачистил от краски вот это от порошка стали нормально закрываться открываться из интересных моментов это то что корпус позиционируется как менять x но у него можно поставить полноразмерную от их с материнку единственное что она влазит и вы не сможете использовать слоты расширений пися экспресс и устанавливается она только с fx блоком питания здесь можно поставить и от x блок питания и sfx корпус полностью на винтах здесь нет ни одной заклепки и этим то и он удобен что в нем можно разместить полноразмерное железо длиннющую жирнющую видеокарту я думаю что да здесь абсолютно любую видеокарту можно поставить и по ширине и по длине вопрос только в том где будет располагаться сжо сжо можно поставить 240 280 спереди крепления есть а можно поставить сбоку вместе с видеокартой опять же если видеокарта у вас какая-то к примеру длинная но не жирная типа референсный rtx 3080 или 40 там короче чаще референсные карты они более аккуратные вот их можно поставить параллельно с водянкой делается это как тут есть штанги которые вы можете которые можно использовать и для крепления обычных вертушек либо там 140 либо 120 либо для крепления радиатора сжо вы можете их переставлять сюда сюда видеокарту можете ставить сюда сюда можете ее ставить сюда чтобы она у вас например если у вас маленькая видеокарта ее можно установить горизонтально на примере арки 770 я вам покажу как она тут встает вот установили с этой стороны выходит рейзер рейзер я так понял здесь комплектный но рейзер он рассчитан только под мини айти x материнку в этом случае то есть если вы поставите например atx материнку вам нужно будет брать рейзер ну как минимум я думаю в раза два длиннее чем этот да скорее всего вот в таком скорее всего вот таком положении вы радиатор поставить не сможете радиатор здесь можно поставить только с этой стороны если видеокарту вас с этой стороны это можно просто сделать перекрутив крепление от видеокарты это я показывать не буду в интернете есть видео с этим корпусом где можно посмотреть полноценную сборку вместе с ним как там и от x разместить материнку как там и сжо сюда поставить вместе с видеокартой но да кстати в случае с от x материнкой получается сжо вы сюда уже и вентиляторы спереди поставить не сможете еще момент вот если у вас например вода блок на сжо высокий или наоборот низкий здесь есть вот такая вот стоечка которая держит ну не держит как ребро жесткости условно и до для стенки куда крепится материнская плата так вот это ребро есть в комплекте смены она более короткая вы просто его заменяете у вас стенка под материнскую плату она сдвигается немножко ближе к боковой стенке окошечко немножко меняется вот это вот панель очка она ставится вот сюда получается вы выигрываете ну примерно два сантиметра пространство эти два сантиметра они будут как бы в плюс вот этому пространству где будет стоять сжо или там видеокарта к примеру несколько туповато на мой взгляд кнопка включения расположена сзади корпуса над разъемами материнской платы но это но это реально очень странно потому что все разъемы на как бы выходят вверх вот здесь здесь два usb 3.0 и один разъем type-c спереди закреплены штанги для крепления 240 водянки либо 120 вентиляторов если вы их откручиваете у вас освобождаются места подкрепления либо 140 вак либо 200 с 280 радиатора комплекте идет вот такой кабель это кабель для видеокарты он специальный угловой для того чтобы ну как вы поняли наверное уже если у вас видеокарта встает здесь вертикально у нее разъемы выходят вниз и через это окошко выходит кабель на монитор все помимо всего этого есть два вот таких кронштейна которые вот этот используется кстати смотрите заглушки в этом корпусе сделаны как крепление то есть вы видеокарту поставили например сюда заглушки взяли и крепление можно использовать для установки жестких дисков либо ssd дисков это заглушка крепится на жесткий диск и уже устанавливается вот на это место это с условием если у вас видеокарта стоит вот здесь сверху и вот такой вот кронштейн который также помогает вам установить возможно дополнительно какие-то вертушки или жесткие диски не хочу в это углубляться сейчас что-то изучать брошюрка кстати достаточно большая информативная несколько неудобно и вот в инструкции он указан как мультифункциональное крепление как бы все еще вот смотрите здесь есть такое вот углубление сверху над материнской платой под размер прям четенько под размер слим вентилятора 15 миллиметров и при необходимости вот я посмотрел так замерил здесь ширина корпуса ширина скелета 155 миллиметров и при желании я думаю что сюда можно установить даже 140 вентилятор 140 слимку потому что вот по по длине она влазит и по ширине она влазит в случае к примеру если у вас менять их сборка и здесь стоит радиатор я думаю что его можно ставить как на вдув так и на выдув но он и так и так должен нормально работать а вертушка которая сверху она будет охлаждать зону вирам на материнке и частично еще отводить горячий воздух от видеокарты принципе с охлаждением здесь вообще мне кажется никаких проблем не будет проблема единственная только в пылезащите но опять же если как бы человек который берет себе такой корпус он абсолютно никак не заинтересован в пылезащите ему просто надо поставить максимально компактно максимально мощное железо снизу резиночки для крепления ssd и очень много креплений я думаю что здесь при желании можно поставить даже в те отверстия которые они предназначены то что вы хотите и вот в ролике я смотрел на ю тубе иностранном там ножки на этом корпусе были длинные здесь же они почему-то просто такие резиночки 3 мили 3 миллиметровые и все и в комплекте дополнительных сменных ножек никаких нету есть только вот такая вот резиночка она где-то миллиметров 12 наверно она самоклеющая вот куда она ставится и хз ну давайте посмотрим может написано нет я тут не вижу если у вас допустим проц не особо мощный вы ставите в этот корпус то под под кулер здесь от стойки до ребра восемьдесят два миллиметра ну вычитаем сантиметр скажем 70 миллиметров кулер сюда спокойно можно устанавливать на процессор причем таких достаточно много я думаю что даже можно таким кулером ну 100 130 ватт точно рассеять и дополнительно к нему можно будет установить сюда например две 140 все спасибо что смотрели обнял и пока телеграммчик там где-то тут здесь может быть группа там телеграммчик вы знаете что делать отписка и дизлайк а а а